Теперь, если уж говорить о медицине, которая вылечивает, то среди такой медицины тоже есть свои моменты. Например, массаж является медициной, которая вылечивает. Когда человек массирует человека, он любовь вкладывает. То есть массаж бывает разным. Не пользуйтесь услугами людей, которые делают жесткий массаж. Это всегда опасно. Например, я знаю, как один человек делал мануальную терапию, повернул шею, и человек умер на месте. Я знаю такой случай. Вот. Вы рискуете всегда. Не надо эти все жесткие вот эти методы, потому что и у мануальных терапевтов есть также и мягкие методы. Допустим, позвоночник поставить можно потихоньку. Не обязательно так. Ры-рас, ры-рас, понимаете? Вот так вот. То есть можно вытягивать позвоночник, можно делать упражнения и на место все вставить. Но не обязательно жесткий стиль. То есть массаж, но не жесткий стиль. Понятно, да? Это вылечивает. Особенно ДЦП, допустим, аутизм. Дети, им нужен массаж, потому что он расслабляет, снимает напряжение. Дальше есть такой метод промасливания. Я вас сейчас научу одной вещи, которая всем нужна в жизни. Запомните, когда вы тело промасливаете сильно, это очень опасно, вы можете погибнуть. Потому что если масло вам не подходит, вы можете перегреться от него, и будет потом несчастный случай. Вот. Но есть три вида масел, которые вы легко выберете из них трех, то, которое вам подойдет на всю жизнь. Эти масла никогда не перегревают. Особенно, если выбрать из них свое. У каждого человека из этих трех свое будет обязательно. Кунжутное масло, кокосовое масло и топленое сливочное масло. Значит, рано утром вы омываетесь под душем, берете несколько капель любого из этих трех и просто на мокрое тело размазываете. А потом дальше омываетесь и потираетесь полотенцем. Масло в микродозах остается на теле. Вы его почувствовать только через запах можете. Вот. Если чувствуете, что с этим маслом вам плохо, не нравится, не ваше. Вот. Когда вы промаслитесь и почувствуете, что хорошее, приятное ощущение, приятный запах от тела, и вам хорошо, бодро с этим маслом. Вы можете так промасливаться всю жизнь. Просто на мокрое тело несколько капелек. Что это дает? Когда человек промасливает тело и волосы даже, волосы долго не выпадают. То есть это, ну, это гениальный способ сохранить волос. Кожа становится молодой. То есть она долго. На самом деле, для того, чтобы кожа не старела, ей не хватает только масла и все. Запомните. Из этих трех масел выбирайте одно, и кожа будет очень хорошо себя чувствовать. Это уход за кожей, а также масло, оно дает человеку, ну, активизирует его огонь пищеварения и так далее. Но не надо много мазать, понимаете, иначе будет перегрев. То есть если вы просто на мокрое тело несколько капелек размазываете, то этого достаточно человеку. Вот этот метод очень сильно помогает для здоровья. Поняли, как делать? Сначала вы моетесь с сампунью, с мылом, все смывает, всю грязь. Потом дальше вы берете капельку на волосы, капельку на руки, капельку на ноги, на мокрое тело. И эта капелька размазывается по всему телу. А потом дальше вы еще раз чуть-чуть под душем промылись, сразу же прям там вот намазали, еще раз помылись. Вот чуть-чуть прям полили воды на себя, и потом вытираетесь полотенцем. На теле остается запах только. Вы не почувствуете, не увидите масло, и оно ничего не испачкает. Вот это микродозы масла, они дают очень сильное здоровье человеку. Потому что это сильная методика. Если вы хотите лечить гормональные расстройства в организме, самый лучший способ их лечить — это гомеопатия. Но гомеопат — это врач от Бога. Понимаете? Это означает, что он просто должен чувствовать, что вам дать, чтобы вас вылечить. Там никакой науки нет. Это все равно, что чувствовать музыку или чувствовать цвет. Так человек может чувствовать лекарства. Он может почувствовать, что вам дать, и вы вылечитесь. Гормональные расстройства лечатся гомеопатией. Если у вас боль какая-то в организме, или нервы защемлены там, то есть боль, любая боль в организме, если она длительная, никак не вылечивается, она лечится иглоукалыванием. Запомните, акупунктура лучше всего лечит боль или нервную систему. Функции нервной системы — боль лучше всего лечится иглоукалыванием. Что касается вакцин, то это спорт лото. Иногда помогает, а иногда вредит. Никто не знает. Это спорт лото. Хоть и врачи говорят, делайте вакцины. Я вот своему ребенку ни одной вакцины сделал, и все нормально. Понимаете, просто есть, если вы уже боитесь инфекции, да, вы боитесь инфекции. А вакцины же делаются от инфекции, правда? Я вам сейчас дам несколько советов. Если вы не хотите, чтобы была инфекция, это легко достижимо. Первое. Все вирусные инфекции лечатся ветками сосны. Не обязательно их на ребенка даже ставить, просто ставите в комнате, где ребенок находится у вас. Должен быть свежие ветки сосны стоять, вирус не может там размножаться, нет шансов. Потому что сосна уничтожает вирусную инфекцию. Дальше вирусные инфекции также уничтожают белый перец, можно его в пищу просто добавлять, и свежий имбирь. Белый перец, свежий имбирь, ветки сосны. До свидания вирусной инфекции. Или почти до свидания. Или они сильно ослаблены будут, или уничтожены. Дальше. Кишечная инфекция, я вам уже сказал, лечит корень полыни или просто полынь. Лечит листья нимба. Можно как бы купить в архитических магазинах. Грецкий орех. Листья грецкого ореха. Тоже небольшие дозы. Или просто даже не листья, а просто перегородки вот этих грецкого ореха. Просто заваривать и пить. Их есть не надо, а просто вот отвар. Они лечат кишечную инфекцию. Паразитов лечить очень легко в кишечнике. Надо есть сырые семечки тыквы. Они обладают легким нервно-паралитическим действием. Сырые семечки тыквы. И на человека это никак не действует. Но все черви в кишечнике живут за счет того, что они держатся за стенку зубами. Ну, этими губами присасываются. И так как они, ну, семечки тыквы поражают их нервную систему, они не могут прикрепиться, у них сводят губы. И они плывут по течению просто. Ну, то есть у них получается как бы фигня какая-то. не мешает. Вот. Не могут они присасываться дальше. Семечки тыквы так действуют. Полынь тоже в какой-то степени так действует. Может тоже повлиять. А? Пижма. Лечит половые инфекции. Пижма, зверобой лечит половые инфекции. Ну, то есть все инфекции чем-то лечатся. Есть природные средства, которые уничтожают инфекцию. Допустим, если у вас стафилококк замучил, есть такая специя, куркума называется. Она плюс уменьшит, сильно уменьшит количество сахара в организме. Стафилококк ест сахар в крови. И куркума специи. До свидания. Стафилококк. Просто добавляйте пищу, пьете отвар куркумы и стафилококк. До свидания. Теперь дальше. Травы. Вот просто травы. Травы, 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 которые растут. Вот все виды трав. Они все в основном успокаивают человека. Травы и чаи нужны для того, чтобы снять напряжение. Не успокаивают. В основном. За редким исключением. Понятно? То есть у вас, если напряжен организм, то травку попили, чай с травой, он успокаивает. Корни, все корни всегда увеличивают иммунитет, способствуют рассасыванию. И они тонизируют организм. Корни все. А специи все улучшают настроение, влияют на психику. Специи означают семена. Семена. В основном, конечно. Кора всегда увеличивает защитную силу и очищает организм. Все виды коры. Вот кора очищает организм и увеличивает защитные силы.